Уважаемые друзья, коллеги и земляки! Уже три недели мы с вами находимся в режиме повышенной готовности, в режиме непривычных нам ограничений и неудобств. Коронавирус всем надоел, но выбора у нас нет. Мы обязаны победить эту заразу. Уважаемые котлашане, от вас поступает много звонков, предложений, идей. Благодарю вас за неравнодушие к данной непростой ситуации, в которой мы все с вами оказались. Сегодня я отвечу на самые злободневные вопросы, которые от вас поступают. Но сначала я доложу ситуацию, складывающуюся на сегодняшний день. А уже далее перейдем к вопросам. Ситуация следующая. В нашем муниципальном образовании зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. К счастью, один заболевший уже выздоровел. Двое еще находятся на госпитализации. В ежедневном режиме сотрудниками полиции осуществляется контроль за гражданами, находящимися под наблюдением. Мы продолжаем реализовывать муниципальный план мероприятий по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции. Для улучшения ситуации нами в постоянном режиме вырабатываются и принимаются новые меры. В конце прошлой недели мы приняли решение об ужесточении контроля за приезжающими в Котлас. На железнодорожном вокзале развели потоки прибывающих пассажиров и уезжающих. Сотрудниками Сальвычегодского филиала по железнодорожному транспорту, Центра гигиены и эпидемиологии у всех прибывших измеряется температура бесконтактным термометром. При повышенной температуре или малейших признаках заболевания гражданин направляется на дополнительный осмотр в медкабинет железнодорожного вокзала. И далее врач действует по инструкции. Также нам оказывают помощь сотрудники Котласского линейного отдела Министерства внутренних дел России на транспорте в соблюдении правопорядка. Они не допускают скопления людей и обеспечивают возможность медперсоналу качественно провести замер температуры каждого приезжего. Напоминаю, работает горячая линия по номеру 8 921 074 69 40. Каждый, приехавший на нашу территорию с железнодорожным, автомобильным или авиационным видом транспорта, должен уведомить о своем прибытии. Следует отметить, что за неисполнение данного требования установлена административная ответственность. Уважаемые друзья, поймите, мы не хотим никого запугивать штрафами и санкциями, но к тем, кто нарушает карантинные меры, они будут применены. Следующее. У нас предусмотрены меры социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на дистанционном обучении. Для них будет производиться выдача сухих пайков на весь период ограничительных мер. Это не все меры, которые нами сегодня приняты. Как я уже говорил в начале, поступает много вопросов. Отвечу на наиболее значимые. Они были собраны от всех СМИ, действующих на территории нашего муниципального образования, и от жителей. Дабы не нарушать меры профилактики и рекомендаций, отвечу на вопросы в таком необычном, но уже привычном для нас дистанционном формате. Журналисты газеты «Двинская правда» и «Котласского телевидения» задают вопрос про поддержку малого и среднего бизнеса. В редакцию поступил вопрос от предпринимателя. Он спрашивает, какие конкретные меры поддержки малого бизнеса предусмотрены на территории муниципального образования «Котлас». Что нужно, чтобы получить помощь? Куда обращаться? На федеральном уровне ряд решений по этому вопросу уже принят. Постановлением Правительства Российской Федерации введен ряд мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Такой перечень отраслей экономики утвержден постановлением Правительства Российской Федерации. Обсуждается этот вопрос и на региональном уровне. Мы, в свою очередь, также оценили, что можем предпринять в сложившейся ситуации, чтобы поддержать бизнес. Пришли к выводу, что исходя из имеющихся ресурсов, в данный момент муниципалитет рассматривает такие меры поддержки, как снижение коэффициента К2 на период введения ограничительных мероприятий и отсрочка по арендным платежам за пользование помещениями, находящихся в муниципальной собственности. За консультациями можно обратиться в Управление экономического развития по телефону 518-22. Журналисты газеты «Двинская правда» интересуются, как будут возвращаться дети в школы и садики после окончания самоизоляции, нужны ли будут справки от врача. После снятия режима самоизоляции все муниципальные дошкольные образовательные учреждения начнут работу в штатном режиме. Согласно санитарным требованиям, при отсутствии ребенка в детском саду более пяти дней, за исключением выходных и праздничных дней, дети в дошкольные учреждения принимаются при наличии справки. В школу дети будут приниматься без справок, точно так же, как после каникул. Еще один немаловажный вопрос поступил от редакции газет «Двинская правда» и «Вечерний Котлас». В многоквартирных домах обработка подъездов не везде проводится так, как требует ситуация. Не выдает дезинфицирующие средства, не перестроена работа уборщиц, потому как дополнительные работы не заложены в тариф. Как согласуется рекомендация администрации города для управляющих компаний по санитарной обработке подъездов жилых домов с указами президента и губернатора о каникулах до 30 апреля? Каким образом организован контроль за проведением санобработки подъездов? Функционирование управляющих организаций не подпадает под указ президента об объявлении нерабочих дней, так как относится к непрерывно действующим организациям. Управлением городского хозяйства администрации муниципального образования Котлас были направлены письма в управляющие организации о необходимости проведения уборки в подъездах с применением дезинфицирующих средств и с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, согласно указу губернатора Архангельской области. Отчет об исполнении указанных требований предоставляется управляющими организациями к нам в Управление городского хозяйства и далее в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области еженедельно по четвергам. По информации, предоставленной управляющими организациями, уборка помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, производится с применением дезинфицирующих средств. В случае, если управляющая организация не выполняет требования, предусмотренные указом губернатора, жители вправе обратиться с заявлением в Администрацию муниципального образования Котлас, Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор. По каждому факту будет проведена проверка. Вопросы от редакции телекомпании Котлас ТВ. В связи с ситуацией по коронавирусу, с этой недели школьники города перешли на дистанционное обучение. Однако почти все онлайн-сервисы, например, Дневник.ру, дали сбой. И до сих пор ситуация не изменилась. Какие меры предпринимает администрация в этой ситуации? Комитетом по образованию в нашей школе еще на прошлой неделе были направлены методические рекомендации по организации дистанционного обучения с перечень платформ, которые можно использовать в работе. Руководители учреждений продумали, как выдавать задания детям при невозможности использования установленных интернет-ресурсов. Задания дублировались через социальные сети, специально созданные группы. В настоящее время работа электронного дневника стабилизировалась. Я сейчас зайду в электронный дневник, я также к нему подключен. Все работает, вот я подключился, все неполадки устранены. Можно размещать домашние задания, их читать, сдавать работы. Будем надеяться, что все неполадки, они больше повторяться не будут. Помимо борьбы с распространением коронавирусной инфекции, жители интересуют, когда начнется ремонт дорог. Так в телекомпанию поступил вопрос от телезрительницы Валентины Захаровой. Ее беспокоит ужасное состояние дорог, когда их начнут ремонтировать. Изначально в бюджете на 2020 год было предусмотрено 27 миллионов рублей. На ремонт дорог и тротуаров общей протяженностью 4,3 километра. Торги по определению подрядчика уже проведены. Сроки выполнения работ с 1 мая по 25 июля. Работы будет выполнять Котловский АБЗ. В марте состоялся областной конкурс, по результатам которого нам выделяются дополнительные средства на ремонт асфальтобетонного покрытия по улице 7-го съезда Советов от железнодорожного переезда до улицы Новая Ветка по проспекту Мира от Конституции до Невского в объеме 17 миллионов рублей. До 20 апреля будут подведены итоги аукциона по определению подрядчика. Служу благоустройством предусмотрен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог на общую сумму 20 миллионов рублей. В рамках задания ремонт будет проводиться машиной Матпатчер горячей асфальтобетонной смесью и холодной смесью ХОМС. На сегодняшний день заделка ям и провалов осуществляется холодной органно-минеральной смесью, уже использована 30 тонн, и силикатным кирпичом на ямы, которые не соответствуют ГОСТу. Эти работы выполняют три бригады. После 16 апреля служба благоустройства приступит к ремонту дорог машиной Матпатчер. Техника к ремонту автомобильных дорог уже подготовлена. С 20 апреля планируется запуск асфальтовых заводов. Что касается региональных дорог. 7 апреля в нашей администрации состоялось совещание с главами соседних муниципальных образований, дорожниками и руководством группы компании «ИЛИМ» по вопросу сохранности автомобильных дорог на юго-востоке нашего региона. Особую озабоченность вызывает состояние дороги Котлас-Коряжма-Вилет-Ильинско-Подомская. По итогам совещания приняты следующие решения. Архангельск-Автодору рассмотреть возможность ограничения скоростного режима и введения ограничений по общей массе на участке автомобильных дорог Урин-Шарья-Никольск и Котлас-Коряжма-Вилет-Ильинско-Подомская. Группе компаний «ИЛИМ» рекомендуется ввести ограничения по приемке лесопродукции с 13 апреля. К главам провести встречу с перевозчиками по вопросу сохранности дорог и снижению интенсивности перевозок. Вопросы редакции «Вечерний Котлас». Когда администрация города прекратит препятствовать получению информации из первоисточников для освещения этой работы в таком информационном ресурсе, как газеты издательского дома «Юг-Севера», читатели которых из-за возраста не имеют возможности получать информацию в сети интернет. Почему представители негосударственных СМИ не включены в состав оперативного штаба по организации и проведению мероприятий на территории муниципального образования Котлас, направленных на предупреждение завоза и распространение коронавирусной инфекции? Хочу отметить, что администрация никогда не препятствовала в получении информации. Вся информация о деятельности администрации и о событиях в муниципальном образовании оперативно, подчеркиваю, оперативно размещается на нашем официальном сайте – kotlossity.ru. Новостные сюжеты ежедневно выходят на канале Котлас ТВ. Также до введения ограничительных мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции у нас проводились еженедельные открытые планерки, на которых мы подводили итоги уходящей недели и планировали на предстоящую неделю. На них сотрудники всех управлений и комитетов доводили информацию, в том числе и для журналистов. По-прежнему мы всегда своевременно отвечаем на все поступившие запросы, считая, что этот вопрос не совсем корректен, и призываю все средства массовой информации доводить официальную информацию с нашего сайта до населения. Что касается состава оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и коронавирусной инфекции, в него представители СМИ не включены. В состав штаба входят руководители и специалисты ведомственных структур – это полиция, здравоохранение, Роспотребнадзор, железнодорожного транспорта. Также редакция «Вечернего Котласа» спрашивает, что конкретно сделано для недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в городе. У нас утвержден план организационных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которого мы придерживаемся и четко исполняем. Как я уже говорил ранее, у нас ведется жесткий контроль за всеми приехавшими на нашу территорию. Регулярно проводятся проверки сотрудниками Роспотребнадзора и полиции за соблюдением карантинных мер и режимом самоизоляции граждан. О всех решениях мы информируем жителей и руководителей организации через сайт, телевидение и печатные издания. В завершении хотел бы сказать, что к нам действительно поступает много обращений. Смотрите на нашем сайте раздел «Вопросы и ответы», где мы оперативно отвечаем на ваши вопросы. Дорогие земляки, я благодарю всех, кто сейчас находится на передовой по борьбе со свалившейся на нас инфекцией. Это в первую очередь наши медики. Искренняя признательность врачам и всем медицинским работникам, на чьих плечах сейчас борьба с распространением коронавируса, спасение жизни людей. Огромная благодарность сотрудникам полиции, которые осуществляют постоянный контроль за соблюдением меры изоляции. Сотрудникам Роспотребнадзора, которые ведут практически круглосуточную работу. Нашим железнодорожникам, которые принимают оперативные решения и оказывают нам помощь. Волонтерам. Всем организациям, которые оказывают содействие в нашей общей работе. Всем жителям за ваше понимание и поддержку в сложившейся ситуации. Будьте здоровы! Спасибо.